Наркомания – заболевание, ставшее серьезной проблемой для нашего общества. Борьба с ней напоминает настоящую войну двух сторон – здравого смысла и наркобизнеса. Каждый день наркотики уносят в жизни людей. Но зависимость – не приговор, так в реабилитационном центре «Свобода» возвращают людей, ставших заложниками тяжелой болезни. Алина Багилова в продолжении темы. Здесь пациентов готовят как морально, так и физически. Кто-то попадает сюда по доброй воле, а кто-то – напорством и усилиями родных. Уклад в центре почти армейский. День начинается по расписанию. Подъем, завтрак, зарядки, работа психотерапевтом, книги. Но и желающие могут еще поиграться с друзьями меньшими. Я никогда не думал, что я, допустим, внутривенно его потреблю. Это для меня было дико, потому что я занимался спортом, учился, и у меня в семье никогда таких не было. Но как-то это произошло, я выстощил руку, зажал глаза и бах, думаю, ошалеть. И у меня такой стереотип был, что один раз делаешь, и все, короче, на следующий день ломка. И думаю, ой, ничего же нет такого в жизни. И теперь, ну да, я как буду делать, когда почувствую, что у меня всегда, всегда у меня моя голова обманывает. Всегда. Ну это я здесь начал понимать, да, я думал, такой я там крутой, короче. Потом узнаем, что ты дурак просто. На сегодняшний день проблема зависимости приобрела огромный масштаб. Если раньше зависимые шли от 25 лет, то сегодня наркомания молодеет. Ребята уже с 14 лет обращают в центра. Я хочу призвать всех тех, кто еще страдает этой болезнью. В нашем центре созданы все условия. Не стесняйтесь, приходите, выход есть. Здесь надо преодолевать свою лень, менять привычный образ жизни, в общем, становиться абсолютно другим человеком. Это тяжело и для многих мучительно. Но именно смирение и монотонная обстановка помогают ребятам преодолеть себя, избавиться от страстей, излечить душу. Начал курить марихуану. В какой-то момент, когда заканчивал школу, ну, лоску, впал в депрессию и начал принимать антидепрессанты. Я не хотел слушать тебя, делал тебе все назло. Зная то, что тебе будет больно, все равно это делал. Я извиняюсь перед тобой, прости меня ради сегодняшнего Аллаха. Я больше не приду к этому пути. Всех пациентов, по словам психотерапевта, Шамиля объединяет одно – эмоциональная нестабильность, неустойчивость к стрессам, моральная слабость. В центре с зависимыми ведется постоянная работа. Трудятся врачи и психотерапевты. Подход ко всем разный. Программа реабилитации, в первую очередь, она заключается в том, что мы выводим человека из той среды обитания, где формировалась его болезнь. Индивидуально, естественно, подбирается. Не могу сказать, что конкретно каждому человеку подбирается изначально какая-то определенная терапия. По мере того, насколько он меняется, она, будем говорить, импровизационно, что ли, к нему применяется. Мы смотрим по обстоятельствам, где там может быть транзактный анализ, может быть гештальтерапия, может быть просто терапия, общение внутри группы использоваться. Ребятам, в первую очередь, я желаю, чтобы они не верили своим мыслям, которые к ним приходят в голову, то, что вы сможете сами, у вас получится. Сам тоже я оставлял, оставлял, но это ненадолго все равно. Все равно мысли подталкивают на это, да, наша болезнь, и, сказать так, по религии, шайдан толкает на это. И, ну, в любом случае, не то чтобы без реабилитации, как минимум без этой программы, кто не знает эту программу, мое мнение, что он сможет сам. Сила воли нам, она редко помогает. Это очень редкий случай, когда просто на силу воли человек держался там. Центр готов помогать и делиться своей программой лечением. За время работы более 500 человек прошли реабилитацию. 250 человек смогли избавиться от зависимости навсегда. Алина Багилова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала.